Всем привет, друзья, и вы на канале Family Day. В наших видео мы рассказываем о путешествиях с детьми по всему миру. Сегодня мы находимся на Филиппинах, это остров Баракай, пляж Илик-Илиган. Но моя речь и мое видео сегодня будет не об этом. Хотелось бы рассказать, немножко затронуть вопрос о том, с чего же начать путешествовать. И с чего начать вообще путешествовать. Первое, конечно, что вы должны для себя понять, от чего вы хотите. Хотите вы познавать какие-то достопримечательности, изучать историю. Вам нужно прекрасное море, например, как это. Или же вам хочется спокойный отдых в горах, может быть, какие-то горнолыжные курорты. У всех разные вкусы. Итак, начинаем пошагово рассматривать этапы планирования своего путешествия. Первое, от чего отталкиваемся мы, это, конечно же, наличие удобных рейсов, удобных в плане прибытия в страну. Мы стараемся не прилетать ночью. Мы стараемся это делать в первой половине дня, чтобы либо утренний прилет, либо, во всяком случае, после обеда, до темноты, чтобы без каких-либо проблем можно было разместиться в любом номере гостиничном или уже приехать на заранее забронированную квартиру. То есть мы смотрим наличие рейсов до точки назначения. Естественно, влияет на выбор стоимость авиакомпании, какие предоставляются. Бывают рейсы чартерные, они выгоднее зачастую. Но когда вы путешествуете с детьми, вы можете попасть в следующую ситуацию. Чаще всего отменяют чартерные рейсы или переносят их. Поэтому вы можете просидеть в аэропорту 3-4 часа. И когда некуда пойти 3-4 часа в аэропорту с детьми, ну извините, это достаточно сложно бывает. Особенно, если дети маленькие, их нужно будет развлекать. Поэтому учитывайте данные моменты. Итак, выбор рейса. А затем, то есть мы сначала ничего не покупаем, не бронируем, просто смотрим, определяемся с датами. Какие дни мы себе, в какое время мы можем запланировать на определенную поездку. После того, как мы нашли билеты подходящие, мы уже начинаем ориентироваться по наличию жилья, по наличию мест. Если мы выбираем пляжный отдых, например, море, мы уже смотрим, соответственно, и квартиры поближе к морю, чтобы была удобная инфраструктура, магазины поблизости. Не приходилось каждый раз преодолевать невероятное расстояние для того, чтобы добраться до магазина или, наоборот, до пляжа. Теперь смотрим актуальные данные. Мы пользуемся сайтом IronBnb. Это самый оптимальный вариант, потому что на букинге цены завышены зачастую бывают. Ну и в основном там предлагаются отельные варианты. Мы же рассматриваем, как правило, квартиры. Так, то есть нас интересует квартира. Для себя мы поняли, что с двумя детьми, особенно с такими, как наша, когда разница там в три года, и, например, младший Тихон у нас днем спит еще, а Кирилл любит поиграть, нужна обязательно отдельная комната, где Тихон может в течение дня там пребывать, отдыхать. И ночью, если он ложится раньше, в силу своих лет, в силу своего возраста, тоже, чтобы не было каких-то у нас препятствий. В одной комнате сложнее, намного сложнее размещать в такой семье, когда двое детей. Поэтому такие моменты мы всегда учитываем. Также мы для себя поняли, что если хочется гулять больше на свежем воздухе, то необходимо либо иметь первый этаж в квартиру, либо искать отдельный домик. Поэтому варианты всегда предлагаются. Средняя цена, что на апартаменты, что на домик чуть в отдалении, примерно всегда будет одинаково. Поэтому не нужно думать, что, о, если вы сняли виллу, то там это стоит невероятных денег. Все совсем не так. Как правило, даже апартаменты бывают еще более дороже, более ценнее из-за своего местоположения. Итак, вы, значит, определяетесь с датами, куда вы поедете, с местом, куда вы поедете. Находите подходящий рейс самолета. Начинаем всегда с самолета. Потом смотрим наличие жилья подходящего в указанные сроки, потому что все может двигаться. Например, у нас были ситуации, когда, например, Аэразия предлагает в зависимости от дней, от даты, бывает стоимость по цене, по билетам тоже меняется. Например, на 20-е число какого-то месяца там билет стоит 10 тысяч на всех, а на 21-е уже там 6 тысяч. Естественно, мы будем рассматривать варианты по бронированию жилья, чтобы уехать там 21 марта, потому что это будет выгоднее. Поэтому все вот эти тонкости стоит замечать. Когда вы соберете всю информацию воедино, вы можете это выписать или где-то запоминаете, сохраняете ссылочки, у вас начинает строиться определенная картина по вашим срокам и датам пребывания. И опять-таки, жилье найти всегда легче на месте, ну или удаленно я имею в виду, чем найти подходящие билеты. Поэтому начинаем всегда покупку с билетов. Итак, вы определились со сроками и датами, покупаете билеты на самолет через интернет-сайты. Все это делается. Мы пользуемся либо авиасейлс, иногда уже непосредственно на сайте компании, это может быть Аэрофлот, Нордвинт или там Аэразия та же. На сайте покупаются билеты. Дальше мы приступаем к бронированию жилья на указанные уже строки. То есть мы знаем дату прибытия и когда мы улетаем. После этого, если мы выезжаем из России, мы уже подбираем удобный рейс поезда или автобуса, чтобы прибыть в аэропорт ко времени, необходимому времени для регистрации. Это основные пункты, которые необходимо учитывать. Поэтому ориентироваться и отталкиваться нужно именно от этого начинать. Дальше уже начинаются такие моменты, как встреча вас в аэропорту, место назначения. Как правило, мы договариваемся или уже с хозяевами квартиры, у которых снимаем жилье, или же мы пользуемся такими услугами, таких сервисов, как GrabTaxi, это в Азии очень распространено. В принципе, в Европе тоже есть... А, в Европе Uber. Uber Москва, Европа, ну по России Uber, Яндекс.Такси. Это такие промежуточные перебирания, так скажем, промежуточные маршрутики. Вот. Их тоже нужно учитывать, заранее договариваться, потому что был случай, когда мы договорились по прилету на Пхукет, мы договорились с хозяевами дома, что нас встретят в аэропорту с табличкой «Все как положено». Но, как нам потом сказали, таец оказался недобросовестный, он посадил первых попавшихся пассажиров в свое такси и уехал. Про нас просто забыл. Вот. Видимо, ему было так выгоднее. Вот. И мы ждали два часа практически, наверное, прошло с детьми на руках, на жаре. Вот. В итоге каким-то чудесным образом все-таки связались с хозяевами. Хотя хозяева, кстати, были из России. Вот. Вот не суть, но тоже играет значение, судя по всему. Но они, кстати, оказались добропорядочными. Вот. Но сказали, что подвел таец. Мы кое-каким образом договорились, нашли место и заказали такси уже отдельно и приехали на место. Например, по прилету в Бангкок, когда мы потом поехали в Паттайю, нас уже встречало заранее договоренный такси с табличкой «Все как положено». Особенно, когда вы с детьми, это необходимо, эти моменты учитывать, чтобы не получалось, что вы прилетаете и не знаете, куда двигаться дальше. Дети уже устали от перелета, они хотят кушать, они хотят отдыхать. А вы начинаете там в панике бегать, искать, как же добраться нам до точки назначения. Поэтому заранее продумайте обязательно такие мелочи. Хотя это и не мелочи вовсе. Что еще хочется рассказать? Значит, с билетами на самолет, с жильем определились, с промежуточными пунктами, с такси вы определились, с билетами на поезд также. Мы делаем все, допустим, через РЖД, заранее это все бронируем, регистрируемся и прибываем уже к месту. Мы подбираем свои маршруты таким образом, что самолет по вылету, поезд, что мы прибываем, например, грубо говоря, из региона в столицу. Затем на такси едем в аэропорт. Вот. И где-то за 2-3 часа до начала регистрации мы уже находимся в аэропорту. Очень удобно. Вот. И поэтому у нас происходит все передвижение без каких-то заминок, задержек. Мы с транспортного средства на транспортное средство быстренько перемещаемся, успеваем проходить все необходимые там контроли и прочее. И уже находимся в самолете и летим туда, куда запланировали. Это с чего начать. В следующем видео я вам расскажу, то есть после того, как вы все это оформили, у вас все документы на руках, конечно же, не забываем про страховку. Страховка это обязательно. Отдельное видео расскажу, посвящу этому. Какие нюансы учесть, когда может пригодиться, как пользоваться и что вообще делать. Какие варианты предлагает нам на сегодня рынок. Об этом отдельное видео. Пишите вопросы, если они у вас появляются. Также расскажу. То есть это первый этап, когда вы планируете. Соответственно, страховка, сбор вещей, выбор чемодана. В принципе, выбор необходимых вещей, которые вам обязательно понадобятся в путешествии. Будет в каждом отдельном видео это все рассказано. Совсем всем буду делиться. Не забывайте, пишите вопросы. Мне так будет проще составлять свои материалы для того, чтобы с вами делиться, вам все это рассказывать. Я думаю, что на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И оставляйте комментарии. Всем пока! С вами были Family Day. И наше видео о том, как мы путешествуем с нашими замечательными детьми по всему миру. Всем пока, ребята!